В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. В Кишинев с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В греческой Древней Олимпии в Греции состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр. Законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билета, получил одобрение правительства Российской Федерации. В Кишинев с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава правительства встретился со своим коллегой Ионом Кику, передает телеканал «Мир-24». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега Ион Кику подписали договор о стратегическом партнерстве. Государства намерены развивать сотрудничество по вопросам безопасности образования и сельского хозяйства. В центре внимания двух стран – экономическое сотрудничество. В Молдове уже работают около 50 венгерских компаний среди самых крупных – банк и сеть аптек. О новых возможностях договорились на бизнес-форуме. Молдавские власти готовы изменить законодательство, чтобы создать лучшие условия для венгерских инвесторов. Вместе с Виктором Орбаном в Кишинев приехали предприниматели. Они готовы инвестировать в бизнес на территории Молдовы. Власти Венгрии планируют выделить для этого кредит 100 млн евро. Договор о стратегическом партнерстве поможет также развивать туризм и энергетический сектор. Венгерские инвесторы готовы рассмотреть совместные проекты в области IT. В четверг в греческой Древней Олимпии в Греции состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, которые должны пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа, пишет Ньюсруком. По традиции факел был зажжен от лучей солнца при помощи параболического зеркала. Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации церемония прошла без зрителей. На нее были допущены лишь официальные лица и журналисты. 35 тысяч муниципальных советов Франции организуют выходные голосования на местных выборах, сообщает Евронюс. На улицах выделены стенды для агитации и ясные указатели, как пройти на участки. На самих участках сразу при входе рекомендации по гигиене и санитарной безопасности. Правительство выпустило целый свод жестких правил. Голосующим будут предоставлены дезинфицирующие гели, занавески в кабинках и ручки для заполнения бюллетеней, предполагается часто мыть и менять. Удостоверения личности будут проверять, не передавая их из рук в руки. По данным опросов, более 70% французов заявили, что придут, несмотря ни на что, а это почти столько же, сколько и 4 года назад. Законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билета, получил одобрение правительства. Об этом сообщает ТАСС. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих напомнил, что ранее произошло несколько случаев, когда несовершеннолетние оказывались из-за неоплаты проезда ночью где-то за городом в темноте. В документе указано, что все дети до 16 лет смогут проехать в общественном транспорте бесплатно, если откажутся добровольно оплатить свой проезд или административный штраф. Высадка запрещена, если на улице ребенку может угрожать опасность, пишет парламентская газета. Гитарист, сооснователь группы Korn и христианин Брайн Хэт Уэлч объявил об открытии сети оздоровительных центров, сообщает портал Виктори со ссылкой на Christian Post. Среди услуг, которые предоставляются в центрах Zyville, флот капсула, креотерапия, инфракрасная сауна, кислородная и компрессионная терапия. Сегодня центры открыты в Беккерсфилде, Калифорния, Спринг-Хилл, Теннесси, Кейти, Техас и Мельбурне, Флорида. В ближайшее время откроются еще четыре локации. Уэлч отметил, что услуги разработаны таким образом, чтобы помочь людям поправить физическое здоровье и справиться со стрессом и беспокойством. Он добавил, что в процессе избавления от наркотической зависимости получал терапию, подобную той, которую предлагает в своих центрах. В феврале 2005 года Корн объявил, что последние 13 лет совместного творчества пути группы и Брайна расходятся, и что он выбрал Иисуса Христа своим спасителем и принял решение покинуть группу. 10 марта в Общественной палате Российской Федерации состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, в котором принял участие начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Риховский, пишет пресс-служба РосХВЕ со ссылкой на информбюро «Спектр». Основным пунктом повестки дня стала всероссийская перепись населения. К представителям религиозных организаций обратился руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Молков. Он обозначил два направления, по которым возможно сотрудничество. Это разъяснительная работа о целях переписи и непосредственно сама перепись в монастырях, духовных учебных заведениях и других учреждениях религиозных организаций. Также участники заседания обсудили поручения президента Российской Федерации по вопросам деятельности общественных советов и иных консультативных органов в сфере этноконфессиональных отношений в субъектах Российской Федерации. Террористическая группировка, связанная с Аль-Каидой, организацией, запрещенной в Российской Федерации, приказала христианам покинуть северо-восточную Кению, дабы освободить рабочие места для правоверных, передает Бог Ньюс со ссылкой на Christian Today. Первое известие о том, что исламские боевики приказали христианам, пока не поздно покинуть три провинции, поступили от правозащитной христианской организации «Международный христианский концерн». Все три провинции граничат в Сомали, где обосновались вооруженные формирования Аш-Шабааб. Мусульманские учителя, врачи, инженеры и молодые выпускники в северо-восточных провинциях страны остаются без работы, заявил представитель Аш-Шабааб в своем ультиматуме в онлайне. Мы хотим дать им шанс. Здесь более нет места для неверных. Группировка Аш-Шабааб за последние годы развернула террористическую войну на северо-востоке Кении, и пока никаких признаков ее стихания в регионе не отмечается. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова